Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер, вместе с вами Виталий Декабрев. И сегодня я расскажу, как вырастить лук через рассаду, как его посеять. Присоединяйтесь к моей работе. Выращивание лука через рассаду – занятие несложное и очень интересное. Лук-шалот, шмидт, репчатый, лук-порей. Хороший урожай этих луков можно получить, выращивая их через рассаду. Итак, почему же стоит выращивать лук через рассаду? Ну, во-первых, мы с вами получаем посадочный материал, свободный от болезней. Но, хотя, конечно, иногда семена могут быть заражены, но мы же с вами покупаем семена у проверенных производителей. Агрофирма Партнер тщательно следит за качеством семян, поэтому можете не сомневаться – семена свободны от болезни. Во-вторых, растения, выращенные из семян, более устойчивы к неблагоприятным условиям. Ну, а в-третьих, мы с вами совершенно спокойно экономим на посадочном материале. Ведь лук-силок стоит недешево, а семена, напротив, недорогие. Когда же сеять лук на рассаду? Я по традиции лук сею в начале февраля, ведь все виды луков имеют длинный вегетационный период. Не переживайте, ваша рассада много места не займет, поскольку сеять нужно вот в такие, ну, можно чуть больше, посевные ящики. Ящик узкий и неглубокий. Обязательно убедитесь, что на дне есть сливные отверстия для выхода лишней влаги, иначе грунт будет закисать, и ваша рассада будет болеть, корешки подгнивать. В этом сезоне буду выращивать два вида лука. Мой любимый лук-порей, сорта «Элефант» и салатный репчатый лук «Эксибишн». У него очень крупные головки, массой до 900 граммов. Итак, как же посеять лук на рассаду? Да, в принципе, все очень просто. Начнем с приготовления грунта. Я в своих выпусках уже не раз рассказывал, как я составляю рыхлый плодородный грунт. Еще раз быстренько, тезисно расскажу. За основу беру обычный покупной торф. На четыре части добавляю одну часть биогумуса. Это быстрое питание для молодых всходов. Для рыхлости добавляю вермикулит. Вермикулит еще является источником микроэлементов. И добавляю немного древесного угля, где-то 10% от общего объема. Уголь позволяет хорошо размножаться полезной почвенной микрофлоре. На нем селятся азотофиксирующие бактерии. И отлично размножаются, которые потом обеспечивают наше растение доступным азотом. Итак, грунт у меня готов. Заполняю пассивной ящик. Не до конца. Оставляю где-то от края полтора сантиметра. Грунт утрамбовываю, разбиваю комочки, убираю крупный уголек. Далее грунт поливаю водой, обесклоренной, комнатной температурой. С добавлением биологического фунгицида для обеззараживания. Вода очень быстро впиталась. Но это неудивительно. Грунт ведь рыхлый. И также слегка утрамбовываю, выравнивая поверхность почвы. Далее кусочком дощички нарезаю бороздки. Расстояние между бороздками 4 сантиметра. Бороздки глубиной 1 сантиметр. Именно на такой глубине у нас и должны оказаться в итоге семена. Приступаю к посеву. Посев луков обычно произвожу часто, ведь схожесть у них где-то примерно 60%. Ну, если очень много семян зайдет, то сделаю прореживание. Посевы обязательно все промаркировываю. Все семена на месте. Теперь присыпаю грунтом. И еще раз слегка утрамбовываю. Это нужно для того, чтобы семена хорошо сбросили семенные камеры. Если есть необходимость, то можно еще сверху опрыснуть посевы из пульверизатора водой с добавлением биологического фунгицида. И посевы накрываю пищевой пленкой, для того, чтобы влага не так быстро испарялась. Обязательно сделаем отверстие для воздухообмена, иначе грунт быстро начнет закисать, покрываться плесенью. Нам это совершенно не нужно. И так же, как и все посевы, я отправляю в самое теплое место. У меня это рядом с батареей центрального отопления. И уже на седьмой день буду ожидать всходы моего лучка. Как только всходы появятся, сразу же их отправляю под агролампу и буду досвечивать 14-16 часов в сутки. О том, как дальше ухаживать за рассадой лука, как проредить, как постричь, вы узнаете в наших следующих выпусках. Семена луков и других овощных и декоративных культур можно приобрести на сайте Семена Партнер. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube Семена Партнер, а также милости просим на нашу страницу в Instagram Семена Партнер. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!